Братья и сестры, дорогие друзья, вот наша с вами книга Библии, она имеет некоторые особенности. Вы знаете, вот одна из особенностей этой замечательной книги еще и в том, что Библия написана разными жанрами. Мудрость Бога включила в Библию еще вот и поэзию. Мы все с вами уже 40 минут находимся в течение богослужения, и эти 40 минут, они были посвящены поэзии. А поэзия – это настоящее искусство, искусство изображать прекрасное в слове. Вы знаете, поэзия, она еще особенно тем, что это вот такое вот интересное, особенное развитие мысли, вот когда истина, вот она как будто бы находится на границе. Вы знаете, вот с одной стороны в поэзии в определенной мере, вот то, что говорится в поэзии, не всегда совпадает с действительным миром. Но вот с другой стороны, вот поэзия, она не представляет мир, ну не таким, нет обманов в поэзии. А почему я говорю о поэзии? Вы знаете, вот мое желание вот тоже обратить наше с вами внимание на библейский отрывок, который написан именно вот в этом жанре, в жанре поэзии. Это будет 53 глава книги пророка Исаия. Конечно, это не нашему с вами слуху, не кажется, что это поэзия, да, там нет рифмы, которые мы привыкли слышать в стихотворениях или в пении, там нет правильного сочетания слогов, правильного построения предложений, вот которое для нас с вами, ну вот какое-то произведение делает поэтическим, но это поэзия. Вот на языке оригинала, вот Бог, вот когда вот пророк Исаия писал этот отрывок, вот Бог одарил его вот этим вот особенным даром, вот даром поэта. Когда этот человек вот смог передать страдающего мессию, передать вот в таких глубоких чувствах и в очень-очень глубоких переживаниях, то есть вот для того, чтобы передать страдающего мессию, вот пророку понадобилась поэзия, и Бог наделил этого человека именно этим даром. То есть особый язык, редкие слова, которые выражают самые глубокие человеческие эмоции. Но вот сегодня тоже вот прозвучало вот повторение прекрасного произведения, которое мы слышали в четверг, да, вот реквием, небольшая часть этого произведения, великого, живого, да, вот которое уже прожило столько лет, и мы думаем, что проживет еще столько же, да. И вы знаете, вот когда слушаешь, вот посмотрите, какой замечательный дар. Несколько слов. Смерть Твою, Господи, возвещаем, да, и воскресение Твое славим. Несколько слов, как смог автор, вот несколько слов, вот так вот прекрасно оформить музыкально. И вот когда слушаешь, она тебя куда-то вот возносит. Но почему я говорю, братья и сестры, мы не привыкли с вами читать, к примеру, 53 главу, вот именно вот так, как поэзию. Но вот я думаю, когда вот читаешь о людях, которые вот знают язык оригинала, они говорят, это песня. Вот 53 глава книги пророка Исаии, это песня, которая посвящена вот страдающему мессии. Вот несколько заметок, прежде чем придем к чтению. Интересно, что вот пророк Исаия пишет о мессии, только вот в этом повествании мессия получает очень необычный титул. И вот в этом повествании пророк не называет его мессия, он не называет его сын человеческий, он не называет его спаситель или даже искупитель. Пророк передает слова самого Бога, Бог как называет вот того, о ком воспевает вот Исаия. И Бог называет эту личность раб мой. То есть вот так вот интересно написано об Иисусе Христе. Это говорит Бог, раб мой. Согласитесь, для слуха еврейского, для людей, которые читали вот пророка Исаия на своем родном языке, для кого писал Исаия, это было очень странно. Ну представьте себе, вспомните, к примеру, Саула, о котором было написано, что он молодой, он красивый, не было никого в Израиле красивее его, от плеч своих был выше всех остальных. Представьте вот, что вы еврей, и вы знаете историю своего народа, вы знаете Давида, о котором написано, что он был белокур, с красивыми глазами и с приятным лицом. А теперь вы читаете о Мессии. И передается, и несколько раз повторяются вот эти вот слова, Бог говорит, это раб мой, это раб мой. И больше того, не просто раб мой, это страдающий Мессия, это страдающий раб мой. То есть вот так интересно передается нам с вами повествование, оно действительно погружает нас с вами, вот такую вот атмосферу созерцания. И когда мы с вами уже знаем историю, знаем жизнь нашего Господа, вот вы знаете, вот когда пророк писал, да, вот, а что это будет страдающий раб, он прекрасно понимал, что вот в его народе мало будет таких, которые узнают. Мало будет таких, которые узнают вот в страдающем, вот в человеке, в страдающей личности, личности Мессию. Конечно, если бы это был Саул или если бы это был Давид, то было бы по-другому. Но Мессия пришел как страдающий слуга. И вот мы удивляемся тому, да, вот действительно, вот читая Евангелие, как мало было таких людей, которые вот в Христе, особенно на кресте, смогли вот разглядеть, увидеть в нем вот того Мессию, который страдает за грехи мира. А почему страдал? Вот Христос, Исаия тоже открывает, почему в нем не было формы, почему в нем не было вида, почему в нем не было величия. Исаия говорит, вот такая вот причина, дело в том, что он понес, он понес наши с вами грехи и понес наши с вами болезни, поэтому в нем не было ни вида, ни величия. И поэтому он не был похож на Саула или не был похож на Давида. Но давайте мы прочитаем это замечательное произведение. Самый последний куплет этой песни, 53 глава, с 9 до 12 стиха. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Вы знаете, вот как еще интересно посмотреть на это повествование. Посмотреть вот так, как его получили люди, которые читали эту книгу, то есть не зная о жизни Христа. Давайте попробуем хотя бы 9 стих прочитать вот так, как будто вы ничего не знаете о Христе. Вот послушайте, пожалуйста. Ему назначили гроб со злодеями, а он погребен у богатого. Я думаю, только вот этого первых нескольких слов жизни не хватит, чтобы разобраться, что происходит. Какая-то личность, личность которой назначили гроб со злодеями. Если вы читаете по-английски, там написано с нечестивыми, а он погребен у богатого. Попробуйте представить людей, которые читали это пророчество. Конечно, вот зная жизнь Христа, мы как-то, у нас с вами складывается эта картина, но я думаю, для людей, которые получали, это была загадка. Это была большая-большая тайна, которую вот как раз таки Исаия и передает это повествование вот такой вот атмосфере тайны, чтобы у человека осталась тайна. Вы знаете, для чего, чтобы человек остановился, может быть, среди всей обыденности, но я думаю, поэзия это делает с нами, чтобы мы с вами остановились и могли подумать, да, что вот нас окружает тайна, нас с вами окружают неотвеченные вопросы, и их много. Большое-большое благо, великое благословение, когда неотвеченные вопросы, мы с вами получаем какие-то ответы. Итак, ему назначили гроб со злодеями, а он погребен у богатого. Ну вот еще немножко маленьких деталей. А почему Исаия пишет злодей во множественном числе, а богатый говорит в единственном? То есть, что он пытается передать, что увидел пророк Исаия на самом деле? А пытается ли он просто, ну, показать контраст между бесславным и роскошным захоронением? Ну, если бы он пытался показать контраст, мы делаем такое предположение, что он написал бы о нечестивом и о богатом. Вы знаете, вот пророческий взгляд вперед показывает и говорит нам с вами. И мы это видим из Евангелии, что вот каким-то образом в смерти Иисуса Христа были задействованы нечестивые люди и был задействован богатый человек. Ему назначили гроб со злодеями, а он погребен у богатого. И вот еще интересно, погребен у богатого. Посмотрите, какое внимание к тому, что произошло погребение. То есть могила – это место захоронения человека. То есть уже тогда Писание подчеркивает действительность смерти раба. То есть не было иллюзий в том, что Христос умер, не было галлюцинаций. Наш Господь покорился ужаснейшей из смертей. Итак, раб был осужден. Осужден как преступник, как нечестивый человек. И естественным было бы по-человечески ожидать, что его похоронят в могиле для преступников. Нет, говорит Исайя. Нет, говорит Исайя. Он погребен у богатого. После ужасной смерти он был погребен у богатого человека. То есть для читателей должна остаться тайна. Представьте себе, дорогие друзья, эта тайна была сокрыта до пришествия Иисуса Христа. Сотни лет прошли, прежде чем люди могли увидеть исполнение вот того, что говорил пророк Исайя. То есть тайна оставалась сокрытой вот без событий Голгофы. Но мы с вами не поймем, о чем писал пророк. О чем писал пророк. А вот теперь, братья и сестры, если мы побывали с вами на Голгофе, а у нас с вами теперь нет ошибки. И мы точно, мы с вами уверены, что теперь мы с вами находимся в присутствии того самого раба Господнего, о котором предсказывал пророк Исайя. Потому что ему назначили гроб со злодеями, а он был погребен у богатого. Почему произошла такая измена могилы? То есть почему вот люди намечали одно, а Бог дал ему совсем другое. Он не сделал греха, и не было лжи в устах его. Опять, вы знаете, вот так вот говорят, что по библейскому тексту, люди, которые знают оригинал, как-то могут видеть разницу. Мне кажется, даже английский язык это, а может, немножко подчеркнуть для нас с вами. То есть когда написано, что он не сделал греха, не говорится о грехе в общем, а говорится вот об одном особенном грехе. То есть одного особенного греха у Мессии не было. И это вот, вы знаете, насилие, жестокость и притеснение. То есть Исайя говорит, вот почему произошла замена могилы? В нем не было жестокости. Он никогда никого не притеснял. То есть через него не пришло насилие. Почему? Ну опять мы с вами знаем историю израильского народа. Попробуйте представить вот себе историю, вот историю израильского народа. Сколько было таких царей, которые притесняли нацию. Сколько было вот таких стран, которые окружали, которые приходили и приходили с жестокостью. И вы знаете, вот как бы опять контраст показывает нам пророк Исайя и говорит, что в Мессии этого не было. Вот то, что очень знакомо для вас, насилие со стороны другого человека, жестокость правителя. Исайя говорит, в Мессии, в рабе Господнем этого не было. В нем не было греха. И дальше опять интересно, не было лжи в устах его. Но опять почему ложь? Почему именно подчеркивается ложь в этом человеке? Ну, похожим образом, обман в устах относится к порочности сердца человека. Обман в устах относится к порочности сердца человека. Это скрытый мотив, который выражается в словах. Между прочим, в Священном Писании очень широко упоминаются грехи именно речью. К примеру, вспомните самого Исайю. Когда он оказался в присутствии Бога, в первую очередь, на что он обратил свое внимание? Он сказал, Господи, я человек с грешными устами. То есть, грешные уста говорят о том, что порочное сердце человека. Но опять Исайя показывает нам Мессию и говорит, что в нем этого не было. То есть, полная невинность Христа. Она охватывает насилие, обман. То есть, ни во внешнем поведении, ни во внутреннем человеке, ни на деле, ни на словах обвинения не могли быть выставлены справедливо против него. Наш Господь, раб Господень, он обладает нравственным величием. И это величие, нравственное величие, но так необходимо для того, чтобы заменить грешников. Это так необходимо для того, чтобы заменить грешников. Итак, Исайя объясняет причину поворота в судьбе слуги. После бесчестной смерти его похоронили с честью за его невинность. То есть, люди уготовили ему одно, а Бог усмотрел для него совсем другое. Далее, 10 стих. Но Господу угодно было поразить его. Вот это вообще очень интересно прочитать. Очень интересно прочитать и понять это слово угодно. То есть, можно по-другому сказать. Оказывается, Библия говорит о том, что Бог был доволен тем, что происходило в страданиях с Христом. То есть, Бог был доволен тем, что происходило в страданиях с Иисусом Христом. Немножко раньше в этой же главе Исайя говорит нам о том, что Господь возложил на Него грехи наши. Ну вот, это ответ для нас с вами, друзья, на вопрос, а какое значение имеют события Голгофы? То есть, как вообще история жизни Христа или его жизненный путь пришел Голгофе? Произошло ли это под внешним воздействием? Произошло ли это под принуждением? Нет, отвечает пророк. Это произошло потому, что так пожелал Бог. Ему угодно было поразить его. Вы знаете, опять удивительным, замечательным образом для нас с вами даже открывается сердце Бога. То есть, когда он смотрел на события Голгофы, вы знаете, не то, чтобы он радовался тому, что вот мучают Христа, а он радовался. Он был доволен тем, что есть Тот, кто совершает искупление. Ну, мы с вами воспитываем наших детей очень часто и говорим, что вот Богу нравится, когда ты делаешь это. Или мы говорим, Богу не нравится, когда ты делаешь это. Нравится, когда ты хорошо сидишь на богослужении, когда ты внимательно слушаешь, когда слушаешься родителей. То есть, мы понимаем, есть такие действия в нашей жизни, которые радуют Бога. Я думаю, именно в этом смысле написано. То есть, Господь радовался тому, что наконец-то есть Тот, кто вот совершит задуманное искупление. То есть, тому, что происходило в действительности на Голгофе. Так Господу угодно было поразить его. Далее интересное выражение. Это жертва умилостивления. То есть, Он должен совершить, принести в жертву умилостивление. Вот умилостивление, вот в русском языке, вот оно связывает нас с вами что-то с милостью, не так ли? То есть, мы когда думаем умилостивить, есть понятие милости. То есть, как будто бы говорит о милости. С одной стороны, действительно так, да, это милость, милость Бога по отношению к грешному человеку. Но с другой стороны, а почему Бог оказывает милость? Почему вдруг Бог стал милостив к нам? И опять это слово открывает нам другую сторону этого понятия умилостивления. Это устранение Божьего гнева против грешного человека. Вот это значение слова умилостивления. Это устранение Божьего гнева против грешного человека. То есть, грех человека обязательно подразумевает это гнев Бога. Таким образом, в смерти слуги Господнего, раба Господнего, была удовлетворена, с одной стороны, нужда грешного человека в том, чтобы получить милость от Бога, и, с другой стороны, требования Бога по отношению к тому, что грех должен быть наказан, они тоже были удовлетворены жертвой умилостивления. Ну и дальше, что сам Мессия получил в результате того, что Он сделал. Опять интересные слова, это 11 стих. 10 стих. Он узрит потомство долговечное. То есть, после того, когда все закончится, Исаия говорит, что Мессия, Он увидит что-то, Он увидит потомство. Очень странное слово, опять, потомство. Интересно подумать, что значит увидеть потомство. Это значит увидеть детей. Увидеть потомство, это значит увидеть детей. Обратите внимание, Он не увидит друзей, Он не увидит последователей, Он даже не увидит верных последователей, Он увидит детей. И вообще, читая пророка Исаия, 53 главу, это удивительно. Сначала он говорит, что мы с вами заблудились, как овцы. Он говорит, что мы все с вами совратились, каждая свою дорогу. Но как мы с вами возвращаемся к Богу? Кем мы с вами возвращаемся к Богу? И Писание говорит, он узрит потомство. Мы с вами возвращаемся к Богу детьми. Уходим, блуждаем, как овцы, возвращаемся, как дети. Он узрит потомство долговечно. Давайте вспомним Господа, как часто Он обращался к человеку и говорил, чада, ребенок, сын, дитя, прощаются тебе грехи твои. Как часто Он обращался к ученикам и говорил, дети мои, недолго мне уже быть с вами. Он узрит потомство долговечное. Вы знаете, в смерти слуги будет вот эта оживляющая сила. И этим самым Христос создает свою церковь. То есть без заместительного искупления не может быть искупленных людей. Без креста Христова не может быть церкви Христовой. И поэтому церковь, она не может существовать без креста Господнего. И вот эти все попытки увеличивать, распространять церковь, помимо креста Христова, они тщетны и обречены на провал. И с другой стороны, братья и сестры, там, где учение об искуплении провозглашается во всей библейской полноте, вот там начинает расцветать церковь. То есть церковь цветет там, где проповедуется крест Господень, потомство долговечное. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Ну вот еще две характеристики вот того, о ком пишет пророк Исаия. Это знание и праведность. Вот эти вот слова. Через познание его он, праведник мой, оправдает многих. Через познание его. Знаете, можно прочитать вот с двух сторон, о каком знании говорится. Говорится ли это о том, что знает сам Мессия? Или говорится ли это о том, что знают и Мессию, люди будут знать Мессию? Мне кажется, вы знаете, вот мне почему-то удобно прочитать и так, и так. И так, и так я могу как-то сказать, что действительно Библия говорит об этом. С одной стороны, мы понимаем, что если бы у Мессии не было знаний, знаний того, что нужно сделать и как нужно сделать, но искуплением не было. То есть, с одной стороны, Мессия точно знал, точно знал, что нужно сделать, и он сделал это. Но, с другой стороны, опять Священное Писание говорит нам о том, что как мы получаем привилегии вот этого благословения, которое принес Мессия. Мы получаем их через познание Христа. Через познание Христа мы становимся получателями этих великих благословений, которые Бог приготовил для человека. Ну и дальше, я думаю, основное, что подчеркивается, все-таки раб мой. А Господь говорит, Он праведник, раб мой. Оправдает многих и грехи их на себе понесет. Самое главное, что хотелось бы обратить внимание, это характеристика вот этого раба Господнего, это то, что исходит из уст Бога. Бог говорит о нем, что Он праведник. То есть Священное Писание готовит нас с вами к тому, что без вот этого качества понести грех другого невозможно. То есть если бы Он не был праведником, Он не смог бы нести грех другого человека. Только тот, кто обладает праведностью, совершенной праведностью, может нести грех другого человека. И вы знаете, вот в этом тексте мы с вами сразу узнаем еще одну вот сторону праведности, еще один акцент вот этого слова праведности, и вот еще вот одну сторону нашего Господа. Вы знаете, он не только вот сам праведник. Писание говорит, что он распространяет свою праведность на других. И поэтому Исаия увидел, передает и говорит, что он оправдает многих. То есть не только он сам праведник, но и праведность он распространяет для других. Вы знаете, в члене Писания, вот понятие праведность передает нам вот таким многомерным смыслом. С одной стороны, да, вот слово обозначает быть праведным. Однако очень важным становится еще один оттенок этого слова, а именно делать праведным. Как человек становится праведным перед Богом? Я думаю, большой вопрос для многих-многих людей. Как человек становится праведным перед Богом? Но Священное Писание открывает нам и говорит, что человека обеспечивают праведностью. Человеку приносят праведность. То есть в нас самих этого нет и не может быть. Для того, чтобы стать праведным перед Богом, эту праведность нужно получить. То есть именно об этом говорит нам пророк Исаия. Мы многие обладаем беззакониями, а он, раб мой, обладает праведностью. И существует этот великий обмен беззаконий на праведность. Это происходит благодаря тому, что сделал Иисус Христос. Вы знаете, вот опять приведу вас именно в созерцание того, как, к примеру, читали книгу пророка Исаии, евреи, еще не зная Господа Иисуса Христа. Вы знаете, если читать эту книгу последовательно, можно, к примеру, прийти, 51 глава, 1 стих. Давайте попробуем прочитать вместе его. Бог обращается к людям, к своему народу, возлюбленному народу, люди, которые знают Его. Вот что Он говорит, послушайте Меня. И вот Он видит этих людей, и Он называет их, говорит, вот кто слушает Меня? Вы, стремящиеся к праведности, ищущие Господа. То есть вот вы, вот представьте себе, читаете книгу пророка Исаия впервые, да? Вы приходите вот к этому стиху, и вы понимаете, да, Господи, это время моей жизни. Я ищу Тебя. Я стремлюсь к Твоей праведности, Господи. Но будет ли возможным когда-то эта праведность? Приду ли я когда-нибудь к такому, чтобы мои поиски закончатся? Вы приходите к 53 главе книги пророка Исаия, и Бог отвечает на этот вопрос и говорит, будет то время. Поиски праведности закончатся. Ищущие Господа найдут праведность, но не свою праведность. Они найдут ее вот в этом торжественном обмене своих беззаконий на праведность Господа Иисуса Христа. Последнее, на что обращаю ваше внимание, это 12 стих. Посему это уже Бог говорит по отношению к рабу своему. Я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу. А вот знаете, как-то опять непонятно, почему вдруг Христос становится всего лишь одним, да, из нескольких участников, между которыми будет разделена добыча. Я просто предполагаю, это опять вот поэзия. Но вот попытаюсь ответить на этот вопрос, ну почему Христос, о чем говорит этот библейский текст, словами Нового Завета. Я думаю, вы поймете. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 37 стих. Это уже Господь говорит. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, приходящего ко мне не изгоню вон». Давайте параллельно прочитаем эти стихи. «Я дам ему часть между великими». Христос, когда уже живет, несет служение, говорит, «Отец мне что-то дает». Мы с вами понимаем, братья и сестры, это мы с вами. То есть это мы с вами, вот как дар Иисусу Христу, вот за то, что Он совершил это искупление. Об учениках несколько раз Господь говорил следующие слова. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне». То есть Он очень трепетно это понимал. На людей, которые приходили к Нему, Христос смотрел, как на дар Бога Ему. То есть поэтому трепетно относился и говорил, «Приходящего ко мне не изгоню вон». Почему? Потому что Бог дает мне этого человека. Вот кто мы с вами сегодня перед Богом. Братья и сестры, ну и последнее мы с вами будем молиться. Вы знаете, вот если в общем сказать, вот мы сегодня собрались с вами не просто там послушать поэзию, а не просто как встретиться друг с другом. Ведь мы с вами должны размышлять о том, что сделал для нас Христос. Это удивительно, это интересно. Вы знаете, потому что вот перед Богом человеку это нужно понять. То есть если не понять того, что сделал Христос для человека, вот перед Богом мы с вами не сможем стоять. Для того, чтобы мы с вами получаем ответ на самый-самый большой вопрос, о котором я уже сказал, почему или как Бог принимает грешников. Как Бог принимает грешников. Почему Бог принимает грешников. Братья и сестры, ну я закончу нашим приветствием. Почему Бог принимает грешников. Христос воскрес. Христос воскрес Христос воскрес Мы поблагодарим Бога за Его воскресение